Добрый день, друзья! Сегодня будем разговаривать с вами о здоровье. Какие техники максимально могут помочь изменить здоровье и поправиться. Например, если есть проблемы. И параллельно, если уж мы говорим о здоровье, то какая разница, давайте подумаем, между здоровьем и бизнесом, между здоровьем и отношением и так далее. Ведь отношения и бизнес, и все остальное, родители, дети, семья, это все параметры нашей жизни. И здоровье является одним из параметров, не более и не менее важным. Поэтому мы будем говорить на примере здоровья, а в принципе эту схему можно транслировать абсолютно на любой параметр бытия человека. Вот смотрите, когда мне задают вопросы, какую технику мне начать делать, чтобы поправиться. Я все время зависаю. На самом деле я не знаю, какую технику вам надо делать, чтобы поправиться. Потому что единственный, кто это знает, это вы. Но механизм, как это работает у нас в подсознании, в голове, я сейчас разрисую для того, чтобы вам было проще понимать, что это работает вот так. А что я уже из технической базы возьму и наложу на вот эту работу, вы сделаете себе сами. Продумайте сами. Вот смотрите, у человека есть проблема. Зачем-то же она ему дана, например, у него там есть сахарный диабет. Зачем ему в жизни был дан сахарный диабет? Что такое случилось? Многие объясняют, это вот стресс и все. Ну и откосили. Ответ на вопрос не дан. Зачем была дана стрессовая ситуация для того, чтобы развилось заболевание? Итак, ключевой вопрос. Зачем? Когда мы его задаем, мы обязательно найдем вторичную выгоду. Вторичная выгода в бессознательном, которая, вот так мыслит бессознательная наша, такая программа стоит в нашем подсознании, для того, чтобы вот эта вторичная выгода реализовалась. Как правило, образцы вторичных выгод, они все очень интересные. То есть для нашего бессознательного важно, чтобы мы были сильными, чтобы мы раскрыли свой творческий потенциал, чтобы мы раскрыли тот ресурс, которым мы пришли в эту жизнь, чтобы мы были добрыми, чтобы наши вибрации постоянно, частотные характеристики, об этом поговорим дополнительно, постоянно росли и поднимались. То есть мы развивались. Вот это важно бессознательному. И зачастую вторичные выгоды лежат в зоне именно развития человека. Не просто там вот эта болезнь включилась для того, чтобы компенсировать эту. Нет, это значит и у той, и у другой болезни есть одна и та же вторичная выгода. И, как правило, она личностная, связанная с развитием. Есть вторичная выгода. Но кроме вторичной выгоды, вот эта вторичная выгода в бессознательном диктует развитие определенной ситуации. У человека должна произойти какая-то травмирующая ситуация или стресс, травма. И эта травмирующая ситуация, она как отпечаток ложится в подсознании человека для того, чтобы он изменился. То есть вот этот вот стресс, он меняет человека и расширяет, передвигает рубильник в какой-то другой диапазон восприятия. И самое интересное, что эта травмирующая ситуация или стресс вообще может происходить либо в прошлой жизни, либо вообще с родом и так далее. Но для того, чтобы болезнь запустилась у человека в текущей жизни, и в текущей жизни должна быть травма. Должна быть травма или стрессовая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о том, что, например, болезнь стартовала в 16 лет, за пару месяцев до заболевания, была какая-то стрессовая ситуация, за пару лет до заболевания была какая-то маркерная ситуация, которая побудила в теле, чтобы начались определенные изменения для того, чтобы уже через год-два сформировалась та же онкология, сахарный диабет и так далее. Все не так быстро происходит. Но спусковая ситуация обычно бывает за два месяца до начала заболевания. Итак, мы понимаем, что там есть стресс. Когда у нас стресс, что происходит у человека в теле? У человека в теле происходит зажим. Зажим, когда человек сжимается, его мышцы где-то напрягаются, и там законсервируется энергия. Что такое зажим? Зажим рождает блок. То есть мышцы спазмированы, и в дальнейшем мышцы на аналогичную ситуацию будут реагировать точно так же. Там есть блок. Блок содержит энергию. Таким образом, у нас в теле уже появляется какой-то отпечаток данного стресса. У нас изменяется энергообмен, и у нас появляется то, что мы видим отражением в физическом теле, там начинаются нарушения. И там же уже будет провокация на заболевание. То есть в зависимости от того, где этот блок лег. А этот блок ложится в зависимости от того, какая ситуация была, и вообще изначально, какая вторичная выгода была. И вот так кажется интересно, а вообще с какой стати именно у этого человека разовьется сахарный диабет. И предпосылки вообще откуда берутся. И так получается, что у нас у каждого есть свой фильм. Мы, в общем-то, были режиссерами этого фильма сами перед приходом в эту жизнь. Мы его написали. И там заложена информация о всех вот этих вот травмирующих, неотработанных стрессовых ситуациях и о всех вторичных выгодах, которые должны быть раскрыты и проявлены в течение жизни. И зачастую эта информация корнями уходит в другие жизни. Либо, как мы говорим, в родовые, либо в наши. Либо, 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 не важно, куда оно уходит. Важно, что мы появляемся в жизни, во время рождения, в перинатальный период. У нас, кроме записи в ДНК, есть еще так называемые медленные метки. На уровне этих меточек у нас идет запись о тех травмирующих, ключевых ситуациях, которые должны произойти в нашей жизни для того, чтобы мы что-то постигли. То есть мы считаем это роком, судьбой, кармой и так далее. На самом деле это всего лишь информационные метки, с которыми можно работать. Эту тему в свое время начал исследовать Гроув. Потом очень хорошее развитие дал Хеллингер. На сегодняшний день очень хорошо эту тему продолжил Саймон Роуз. Но на самом деле, когда я называю отдельные фамилии, я даю обрывочную информацию. Потому что очень большое количество людей, кто погрузился в эту тему, в тему перинатального периода. На сегодняшний день есть неимоверное количество практик и техник по работе с перинатальным периодом. Там, где содержится информация. Эта информация, она как бы является связью между прошлым и будущим. То есть она реально влияет на нашу текущую жизнь. Вот эти вот меточки информационные, они являются рубильничками включения той иной ситуации. И даже временные промежутки, когда что запустится, когда человек живет неосознанно, там все прописано. Как с этим всем работать? И куда ходить? И где раскапывать? Ведь откуда-то же эти меточки взялись? Откуда эти меточки взялись? Они взялись из прошлого. А что было в прошлом? А в прошлом была точно такая же ситуация. Стресс или травма. Точно так же была зажата энергия. Тела нет, блока нет, а энергия-то сохранена, она же держится травмой. Точно так же была вторичная выгода, которая не была закрыта. Которая не была закрыта. И она ровненько по кругу сансары переходит в эту нашу текущую жизнь. И мы ее снова отрабатываем в других ситуациях. Понеслось, понеслось. Иногда мы за жизнь несколько таких кругов успеваем отработать. Например, развелся с первой женой дура, вторая жена еще большая дура, а третья вообще жуть. Проблема не в жене, проблема в тебе. Зачем ты дуру выбираешь? Тебе же выгодно для чего-то их выбирать? Ну вот, господа, для того, чтобы работать со всем вот этим, есть много техник. Посмотрите, на самом деле схема простая, но на каждый вид есть отдельная техническая база. Когда мне говорят, я вот возьму там энергию рейки, направлю человека, исцелю его. Вот те, кто собираются быть целителями или те, кто оказывает эти услуги на дому. Слушайте, ну вот взяли вы и направили кучу энергии, а у человека там и так блок. Вы на какое-то время внесли облегчение, если, например, у него был недостаток энергии, его подровняли. Но вы же не выбили этот блок, вы же не отработали зажим, вы же не убрали стресс, и вы не решили вторичную выгоду в человеке, вы не изменили человека. Скажите, пожалуйста, вы ему сможете в таком случае помочь? Ответ очевиден. Только вот рассмотрев схему, как это работает, сам механизм, конечно, если включится механизм веры, и вы тупо повалите на нём, он закроет многие вещи, хотя бы на какой-то период временной. И у человека будет временное облегчение. Но глобально решение проблемы не наступает. Для того, чтобы наступило решение проблемы, надо отработать вот эти все части. Но при этом сказать, что да, тогда давайте не будем заниматься энерготерапией, скажем, что рейки – это плохо, или не рейки, живо, какая разница, как вы назовёте, один и тот же член, только вид сбоку. Понимаете, когда вы это всё осознаёте, вы понимаете, что так или иначе с человеком надо заходить со вторичной выгодой заболевания. Ключевой вопрос – зачем? И когда вы задаёте вопрос человеку, зачем, человек, как правило, ответить не может. Вот когда я сама себе задаёте вопрос, зачем многие вещи, мне крайне тяжело отвечать на этот вопрос. Во-первых, куда надо перенестись? Надо перенестись в мир чувств, потому что бессознательное оценивает всё критериями чувств, критериями ощущений, критериями личностными, личностных изменений. И когда мы начинаем от ума придумать, мне это надо было для того, чтобы я вот это поменял на это, а мне в жизни прилетело вот это. Нет, не говорим о материальном мире. Мы говорим о мире чувств. Вторичная выгода погружена туда. Бессознательная мысль этими критериями. Соответственно, вот эта вот часть, да, всё, что касается вторичной выгоды, здесь есть много техник, которые её раскапывают. Здесь обязательный коучинг. Что такое коучинг? О, на два листа написала. Что такое коучинг? Коучинг – это проговор. Вы человеку задаёте вопросы и ведёте его к осознанию. Вот на этапе вторичной выгоды нам очень важно получение осознания. Осознание личностного изменения. Личностные изменения должны произойти в человеке обязательно. И когда человек осознаёт, какие изменения в нём происходят, вау, уже гора с плеч свалилась. Но, вот, например, техники по извлечению осознания, здесь хорош тета-хилинг. Вот эти раскопки тета-хилинга прекрасно изымают осознание. Но нам же, кроме осознания, надо закрыть травму или стресс. А для того, чтобы закрыть травму или стресс, если оно у нас связано с прошлым, нам надо сходить сюда, так или иначе. В перинатальный период, либо закрыть моментами какими-то текущей жизни. Но нам надо сделать разрыв между прошлым и будущим. И вот здесь уже хороши, кроме вопросов «зачем?», здесь очень классно уйти в регресс. Уйти в регресс для того, чтобы посмотреть на те образы, которые выдаёт нам бессознательное, на формирование данного запроса на вторичную выгоду, по вторичной выгоде, на эту травму. Нам для этого важно сходить в регресс, и нам не важно, какие образы будут выданы бессознательным. Видите ли, как оно устроено? Оно не выдаёт нам информацию текущую. Даже информация по текущей жизни может быть выдана в каких-то непонятных образах. Оно выдаёт нам ситуацию из базы данных, наиболее близко подводящую нас к осознаниям, к закрытию данной стрессовой ситуации, к пониманию данной травмирующей ситуации. Когда мы уходим в регресс, мы закрываем там саму ситуацию. Закрываем через что? Через принятое решение. Что такое решение? Решение – это набор программ, которые прописаны в нас в дальнейшем в виде инстинктов, в виде инстинктивных реакций. Можно рассматривать каждый инстинкт в отдельности, как это делает РПТ. Техника РПТ здесь великолепна. Но можно зайти сразу через решение. Решение будет единое, понятное, доступное, и на нём будет висеть десяток, а то и больше инстинктов. И таким образом, закрывая решение, мы закрываем инстинктивные реакции. Как это проявится в жизни? Если вы закрываете в аналогичной ситуации инстинктивную реакцию, например, женщина при появлении мужчины в её жизни начинала вести себя как дура, истерить, непонятно, как проявляться, непонятно, что на себя одевать и так далее. Она сама не могла за собой проконтролировать. Вроде, когда мужика рядом нет, она адекватная. Мужик появляется, а она просто сучка недорезанная. Это инстинктивная реакция. Как только вы осознаёте решение, которое было принято, о такой поведенческой реакции, а решение может вообще не содержать поведенческую реакцию, они просто прицеплены, уже как на автомате едут, как программы. То есть в решении может не озвучена быть сама реакция. Вы осознаёте, у вас происходит разрыв, и когда вы попадаете в аналогичную ситуацию, у вас возникает ступор. Вы не знаете, как себя вести. Вот появился мужчина, а у женщин раз и ступор, и она не знает. Вот она бы в другой момент нацепила на себя какую-нибудь чушь и отморозила какую-нибудь глупость или повела себя как сучка, а она тут раз и не знает, как себя вести. У неё ступорная реакция. И после этого она осознанно выбирает другую реакцию, перепрописывает другую поведенческую реакцию. Получается, что в регрессе нам важно найти решение. И за решением очень интересная штука тянется. Дело в том, что когда человек принимает решение, это решение выгодно оказывается не только человеку, но и системе. Человек существует в коллективном каком-то сознании. И в коллективном сознании мы играем все жизни. У нас есть рядом государства, у нас были цари, у нас были сёла, деревни, казачество, чего там у нас в прошлом не было. Там будет какая-то системная структура, она тоже получала выгоду. И если мы закрываем одновременно и эту выгоду, и эту, и здесь вторичная выгода, и здесь вторичная выгода, то под ней будет сокрыт огромный ресурс. Ресурс выражен в энергии. Огромное количество энергии. Вот с этого момента, господа, начинается магия. Вот с этого момента реальная начинается магия. Не та дурная, когда на рептильном мозге обряды делают, а когда реально моделируют реальность. Вот этот вот энергетический ресурс имеет смысл забрать. И ни одна техника дальше, вот в лучшем случае в РПТ ещё говорится, что этот ресурс есть и что его надо забрать. А дальше ни одна техника не перенаправляет его на конкретную задачу. Я не встречала в всяком случае таких техник, где бы это проговаривалось. А если вы направляете на конкретное решение, конкретные задачи в данной материальной реальности, это срабатывает вот так. Пришёл огромный, огромный объём энергии. Ваше тело распирает. Вы же его должны перекачать через своё физическое тело. Ваше тело распирает. Вы очень быстро начинаете двигаться, шевелить попой. У вас тут же идут озарения, как решить данный вопрос. Решение приходит однозначно быстро под тот запрос, что вы ставите. Надо ставить запросы достаточно грамотно. Опять-таки, логика бессознательная немножко не такая, как у нас. Но если проставлен запрос грамотно, он моментально идёт на материализацию. Вкатилось очень много энергии. Вы забрали ресурс оттуда. И это ваш ресурс. Это ресурс вашего рода. Это ресурс ваших предыдущих жизней. Это ресурс тех систем, с которыми вы взаимодействовали. Вы его забираете себе. Вы нашли аптечку в данной игре под названием «Жизнь». И вы встраиваете его на решение конкретного вопроса. Конкретного вопроса. Не просто встроить в свою жизнь и чувствовать себя распёртым от избытка энергии, когда у вас порвалит из ушей. Если вы больны, то это имеет смысл встроить на закрытие данного заболевания. То есть на лучшее ощущение, на выздоровление, на-на-на. Потому что если вы закрыли вторичную выгоду, закрыли травму, закрыли всё, что касается системы, отработали решение в регрессе и забрали оттуда энергию, эту энергию можно направить и на здоровье точно так же. И дальше опять интересный момент возникает. Когда вы отправляете её на здоровье, она же вкатывается через ваше тело, но она не берёт конкретный ток. А вам надо конкретное решение задачи. И здесь я за свою жизнь встречала только техники у одного человека. Эти техники пришли ему как инсайты. Это был Евгений Волков. У него есть такая программа, которая даёт каким образом разбивать энергетические блоки здесь и сейчас в теле за счёт вот этих ресурсов и конкретно направлять на решение данной физиологической задачи. Целая система, связанная с чакрами, как работает. Но какой механизм там задействован? Механизм внимания. Куда направлено внимание, там и ведётся работа. И когда человек видит, как работает система, как блок связан с чакрами и какие задачи надо решить, он дополнительно встраивает, разбивает. Более того, через эту систему можно отдельно ходить, находить решение и поднимать не одну какую-то проблему, а блоками целыми, целыми комплексами отрабатывать, освобождать место у себя на дисковом пространстве. Это тоже техническая база. Вот смотрите, я сколько перечислила вариантов техник, да? Я перечисляла самые известные. Вы можете вот в эту схему встроить те техники, которыми владеете вы. Сюда можно вставить шаманские техники. Сюда можно вставить любые инсайты, которые случились для вас лично. Потому что очень многие техники будут индивидуальными. И по встраиванию, и по удалению блоков, и по нахождению решений, и по, главное, отработать вот эту травму, вот эту вот саму схему. У нас остался один очень интересный блок на уровне вот этих вот метельных меток. Если мы идём к осознанности, то формирование в жизни ситуаций, которые нам нахрен не нужны здесь, да? Например, вы живёте своей нормальной жизнью, и тут вам прилетает непонятно откуда какая-то ситуация, там, судебная. Вдруг резко приехали, положили всех мордой на пол. Ну, откуда-то ж это прилетело? Вопрос не откуда, вопрос зачем это прилетело. Он ключевой. И зачем не для внешнего мира, а для вас лично, для персонального, вашего личного мира. Так вот, вот эта вот ситуация будет уже прописана на уровне метельных меток, да? В перинатальный период. Тогда, когда формировалось и рождалось ваше тело. Потому что вся информация на новую жизнь заложена нигде. У нас кроме тела ничего не проложено, не проявлено. Значит, всё будет закладываться в нём. Вот касательно вот этой части, она весьма интересна. Я, со своей стороны, уже имея опыт за спиной этот, я её рекомендую всем моим знакомым отработать в отдельности, как обязательную программу. Просто один раз в жизни взять и отработать. Тупо отработать вот эту вот часть, перинатальный период. Там есть такие точки, их называют рэперными, в которых в этих точках записано очень-очень много информации о текущей жизни, о тех ситуациях, которые будут у вас в обязательном порядке формироваться. Причём даже время, там в 50 лет придёт болезнь, или там в 40 вы разведётесь, или там что-то случится с бизнесом, или там вот приблизительно даже время прорисовано, всё там. Для того, чтобы... Сынок, иди, пожалуйста, купнись, 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 купнись. Бассейн тебя ждёт. Понимаете, для того, чтобы вот эту информацию утилизировать, для того, чтобы эту информацию утилизировать, человеку надо зайти в этот период и отработать этот период, максимально отработать этот период. Для этого есть техника РПТ. Это первый и второй курс, которые есть на сегодняшний день на рынке техник, психотехник. Там даются все эти точки, там даётся информация по ключевым моментам, когда записывались наши инстинктивные реакции в перинатальный период. Они все сформированы на основании нашего опыта предыдущего, но они записаны в данное текущее тело, да? В данное текущее тело. Мам, ты в курсе, что ты создаёшь иллюзию, что эти надписи двигаются. Сынок, пожалуйста, иди, купнись, пока я договорю. Значит, заходя в каждую из точек и закрывая там определённые инстинктивные реакции и затирая там информацию, мы освобождаем свою жизнь от тех ситуаций, которые нам не нужны в текущей жизни. Это можно сделать с человеком, с психотерапевтом, который владеет данной технической базой и отработать это всё по каждой точке в отдельности. Зачастую в одну точку надо ходить не один раз. Либо это можно сделать на обучающем курсе, и потом, ну, один раз сделать можно, два раза сделать. Я планирую второй раз ещё пройти, затереть то, что оказалось не до конца затёртым. Потому что вот эта информация, она как бы очень хорошо отражается на нашей текущей жизни. То есть уходят стрессовые ситуации, которые, ну да, не планировались, на ту жизнь, когда я была неосознанной, когда я не могла сделать выбор сама. Но игра же должна как-то формироваться, да, значит, там есть информация, как она будет формироваться в то время, когда человек находится в коматозном состоянии, когда он спит и, по сути дела, представляет из себя биомеханическую машину, которая ходит, ест, работает, спит, да, там занимается сексом, размножается. Всё, вот все опции. А голова как бы там особо-то не включена в процесс осознавания и так далее. Так вот эта биомеханическая машина, когда заменяется на человека осознанного, то многие ситуации, они становятся как бы не нужны. Но вторичные выгоды, чтобы они закрылись, надо изъять. Их можно изъять оптом ещё в перинатальный период, закрыть их, да, закрыть, позабирать ресурсы оттуда, накачать эту жизнь энергии, накачать творческими прорывами, инсайтами, осознанными озарениями и всё. И жить, и радоваться, и расслабляться. Иметь здоровое тело, иметь здоровую физиологию, иметь здоровые семьи, если они вам нужны, иметь здоровых детей, если они вам нужны, иметь здоровых спутников жизни, если они вам нужны. Я говорю, если они вам нужны, просто есть люди, которым это не надо. И это тоже принимается. А есть люди, которым это надо. Вот мне, например, надо, чтобы у меня бегала куча детей, чтобы у меня была куча зелени, чтобы вокруг цвели цветы, чтобы был любимый мужчина рядом. А кому-то это не надо. Поэтому, когда это не надо, значит, это выбор человека. Но это осознанный подход. Вот. Это осознанный подход. И здесь нет шаблонов восприятия, типа, вот если у неё там нет мужчины, значит, она убогая. Если она там до 30 не вышла замуж. Слушайте, это глупость общественная, да? Есть люди, которые осознанные. Я знаю молодых людей, которые сейчас очень рано приходят к осознанию всех этих вещей. И они осознанно выстраивают жизнь. И не обязательно они выстраивают её по социальным шаблонам, по социальным меркам. Многие из них путешествуют, а въехали полмира. И они пока не думают о каких-то материальных обременениях. Просто им хорошо так жить. Они так играют. Это их право, это их выбор. Но это осознанный выбор. Таким образом, здоровье, здоровье наше, и техники, которые нужны для здоровья, они в первую очередь сведут нас к осознанности. Ведь любая проблема по здоровью – это проблема осознанности. Насколько мы осознанны. Мы начинали с сахарным диабетом. Пример. Человек больной с сахарным диабетом заходит вот сюда на дачу и говорит, как много яблок упало, сколько сгнило ягод и яблок и груш. Ужас какой. Захожу, я смотрю, поднимаю глаза на деревья и понимаю, эти деревья не вытягивают столько ягод, столько яблок, столько груш. Они отряхнули, и всё ненужное, а на самом деле сколько всего на ветвях. Понимаете, в чём разница в восприятии? Кто-то видит этот мир чёрным, кто-то белым. В зависимости от того, как вы воспринимаете этот мир, как вы осознаёте этот мир, как вы извлекаете эти осознания, как вы доносите информацию до бессознательного, на каких частотах вибрирует ваше тело, что оно может держать, может ли оно вообще верхний диапазон держать. В зависимости от этого и формируются ваши заболевания, ваши ситуации, ваши обучающие программы в этой жизни. Наверное, на сегодня пока всё. Я думаю, что я доступно объяснила. Если вдруг что-то непонятно, вы, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, я дам ещё пояснение. Я стараюсь говорить максимально простым языком. Единственное, что при очень повышенной плотности информации зачастую один и тот же материал придётся перечитывать несколько раз, как и мою книжку. Люди читают и говорят больше 10 страниц за раз, рубят в сон и включаются инсайты. Да, так будет работать. Так будет работать, потому что информационная плотность очень высокая. Спасибо за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok